После смерти первого крымского хана Хаджи-Девлет-Гирея начинается борьба за престол. После недолгого правления старшего сына Хаджи-Девлет-Гирея Нур-Девлет-Султана власть переходит к Мингли-Гирею, самому талантливому из сыновей основателя ханской династии. Однако и он не смог уберечь ханство и прилегающие к нему территории от интриги заговоров. Это и привело к тому, что турецкий султан Мехмед II приказал готовить армию к походу на Крым. Последний день весны 1475 года на столетие определил судьбу Крыма. 31 мая в Кафе произошло событие, которого долго и со страхом ожидали. Городу со стороны моря приближалась огромная эскадра турецких кораблей. Горожане могли видеть, как из-за горизонта вырастал лес парусов. В то время, когда первые корабли были уже хорошо различимы, в морской доли показывались все новые и новые суда. Кафе приближалось почти полтысячи больших и малых судов. Крымские берега еще не видели такой огромной армады. На палубе большой флагманской галеры стоял гидык Ахмед Паша, великий полководец, албанец по происхождению и правая рука Мехмеда II в завоевательных походах. Отныне на крымском правителе лежала обязанность предоставлять войска на помощь султану по первой его просьбе. И в целом, в отношениях с падишахом, хан считался подчиненным лицом. Сойдя на берег, армия Ахмед Паши подошла к стенам города и начала пушечный обстрел городских укреплений. Понимая, что рассчитывать на пощаду не приходится, консул стал готовиться к обороне города. Но как только генуэзцы заняли боевые позиции, греки и армяне, которые составляли большинство населения, сказали, что они отказываются защищать город. Они потребовали от генуэзских властей, чтобы те сдали город туркам без всяких условий. В противном случае они вырежут всех итальянцев. 6 июня турки заняли Кафу. Завоеватели не стали устраивать массовых расправ. Капитуляция консула позволила спасти жизнь тысячам горожан. Генуэзцам же пришлось гораздо хуже. Более трех сотен защитников крепости были казнены на месте. Паша занял консульский дворец и приказал привезти к себе всю местную молодежь в возрасте до 20 лет. Юношей отбирали для войска, девушек для гаремов Стамбула. После чего завоеватели собрали со всех жителей города огромную дань и заставили восстановить разрушенные обстрелом городские стены. Генуэзцев посадили на суда и отправили в Стамбул, где поселили в специально отведенном квартале. Забрав с горожан огромную дань, Ахмед Паша стал обладателем несметных сокровищ. Эминек, глава рода Ширинов, который призывал турецкого султана выступить с военным походом на Кафу, рассчитывал, что с ним поделятся этим богатством. Однако напрасно. Ворвавшись вслед за османами в Кафу, он разыскал ненавистного шейдака и отрубил ему голову. После захвата Кафы Паша отправил свою армию на завоевание остальных генуэзских крепостей. Турки с легкостью смяли сопротивление малочисленного гарнизона солдайи и двинулись дальше, к Чимбало, Каламите и готской столице Феодора. Освобожденный из солдайской темницы Нур-де-Влет, брат Менглигерея, вышел на волю и отправился в Киркер. Несмотря на свое бедственное положение, свергнутый хан Нур-де-Влет пытался выполнить свои давние обязательства покровителя Кафы. С полуторатысячным войском своих приверженцев он вступил в бой с османами, но не выстоял против мощи большой армии и был вынужден бежать назад, в крепость. Когда османы вошли в Кафу, Менглигерей был схвачен и отправлен к Ахмедпаше. Но так как он был не обычным пленником, а лишенным престола мусульманским монархом, наследником великого рода чингизов, Ахмедпаша не отважился решать его судьбу самостоятельно и отправил на суд султану. Враги Менглигерея, среди которых был его старший брат Нур-де-Влет, пытались отомстить ему за все свои обиды и усердно очерняли перед султаном. Еще находясь в Кафе под надзором Ахмедпаши, Менглигерей писал стамбульскому визирю, на помощь которого рассчитывал. Хотя мои враги многочисленны, я не произнесу ложных слов и не унижусь до интриг. Я опасаюсь, что вы поверите их клевете. Не возбуждайте же в себе гнева против меня прежде, чем вы слушаете меня самого. О том, как провел Менглигерей последующие три года в Стамбуле, существует много предположений. Однако можно точно утверждать, что он оказался гостем султана и жил на положении почетного пленника. Хоть это была и не самая худшая участь, но она никак не могла быть по нраву хану. Ведь он в одночасье лишился и родины, и трона. Но иного выбора у него не было. Именно с этого момента Крымское ханство стало вассальной территорией Турции. Но, тем не менее, имело особый статус. Во-первых, утверждение протектората совершалось постепенно, и зависимость Крыма от Турции нарастала столетиями. Во-вторых, эта зависимость так и не стала абсолютной. Что же касается Менглигерея, то до него доходили слухи, что его опустевший престол занимал один претендент за другим. Айдер, целых три раза эмир золотоордынского хана Дженебек и целых четыре раза его старший брат Нурдевлет Султан. Частая смена правителей выводила из равновесия экономическую и политическую жизнь ханства настолько, что борьба за столь шаткий престол становилась едва ли не бесцельной. В турецких архивах сохранилось множество писем Эмины ко турецкому султану, в которых он просит вернуть на престол законного государя. «Нурдевлет и Айдер не желают примириться и не слушают моих советов», – писал султану предводитель Ширинов. «Если Менглигерея вернется в Крым, то все население покорится ему и будет соблюдать его приказы. Сделайте милость, назначьте Менглигерея, пока ордынский хан не подступил к Крыму. Лишь так мы сможем сохранить нашу страну. Если вы немедля отправите к нам Менглигерея, вы восстановите порядок в нашем государстве, и Аллах вознаградит вас в обоих мирах. Народ Ибеи Крыма не желают видеть хана Мнурдевлета. Он не годится к правлению, он враждуется своим братом и не заботится о стране. Он тягостен для подданных. Наше желание таково, чтобы вы повелели Менглигерею, займись усердно делами страны и не отвергай советов Эминека. Прочее же зависит от вашей милости. Что и случилось. Но лишь после того, как султан убедился, что бывший хан сполна вкусил горечь изгнания. В 1478 году Менглигерей в почетном сопровождении был доставлен в Кафу. Только теперь этот город носит турецкое название Кефе. Однако перед Менглигереем поставили условие. Он не покинет границ города. И тем не менее, связавшись со своими сторонниками в Киркьере и заручившись их поддержкой, хан сбежал. К нему начали стягиваться люди со всего Крыма во главе с Эминеком. Всявший из Киркьерем, он двинулся на Киркьер, где и взошел на трон. Айдер и Нурдевлет бежали к Казимиру в Польшу, и он предоставил им убежище в Киеве. Вернув престол и обосновавшись в Киркьере, Менглигерей шлет посла к османскому султану. Новые отношения, которые сложились между ханом и султаном, вовсе не означали, что крымское ханство стало турецким владением. Напротив, ханство оставалось суверенным государством, а хан – суверенным правителем. Султан не мог командовать ханскими подданными и вмешиваться в дела Крыма. А в ханской и султанской частях крымского полуострова действовали разные законы и ходила разная монета. Отныне на крымском правителе лежала обязанность предоставлять войска на помощь султану по первой его просьбе. И в целом, в отношениях с падишахом, хан считался подчиненным лицом. Это было не такой существенной потерей, если учесть, что последние потрясения практически не оставляли шанса Менглигерею вернуться на родину, а тем более на трон. Теперь же главной задачей вновь возвратившегося на престол хана стала защита Крыма от посягательств Орды, а турецкого султана сказать свое веское слово в защиту Менглигерея. В такой ситуации уния с Османской империей, которая стала сильным союзником, несла несомненные выгоды. Субтитры создавал DimaTorzok